Я представляю небольшое сельхозпредприятие на юго-востоке Старопольского края. У нас 4000 башни в землепользовании. С 2010 года работаем по наутилу. Но любая работа на поле наутиле начинается с уборки. Уборка у нас происходит вот так. То есть у нас три комбайна, два бункера-перегрузчика, которые, так сказать, обеспечивают то, что должно быть при уборке, когда ты работаешь по технологии наутил. Значит, у нас бункера есть от тех, вот так, ну это заканчивается поле. То есть КАМАЗ стоит на краю поля, а бункер там, это поле заканчивается, поэтому он выгружает, а комбайн пришел догрузить все остальное. Мы работаем, значит, на комбайне, в моем понимании, что самое главное. Самое главное, значит, начинается с жарки. Мы, к сожалению, я понимаю, что лучше всего это отчес, но пока на наших крокодилов сложно купить достойную жарку. Они очень большие по производительности, и поэтому это только, значит, импортные, которые стоят сумасшедших денег. Пока таких денег нет, работаем обычной жаркой, но там регулируется высота среза, электронно регулируется, мы можем держать всегда высокий срез, этого нам достаточно. Вот. Это что касается уборки. И что касается пассива, мы работаем монодиском. Почему, сейчас скажут, я не рекламирую джангеровскую селку. Один из наших коллег, американцев, сказал, что не важен цвет техники. Просто 10 лет тому назад, значит, невозможно было выбрать достойную технику, кроме вот того, что выбрал я. Почему выбрал ее? Потому что в 10-м году, когда мы начинали, мы начинали, ее видно будет, селки 15-90 маленькой. Мы 15% площадей выделили под испытания технологий. Значит, и на эту площадь взяли селку 6-метровую. Ну, а потом уже пришел посевной комплекс. Вы видите, что все посевные ряды, вы видите, оборудованы с автопилотами. Автопилотами никаких маркеров, то есть ничего этого нет. Сейчас будет видно, вот он включил и поехал. Значит, дальше смотрит за режимом работы техники. Почему монодиск? Я думаю, что докладчик, я, как бы сказать, просто выступаю. Докладчик рассказал, почему монодиск. Потому что в наших условиях я считаю, что это монодиск. Все недостатки, которые были здесь озвучены, они правильно озвучены. Они имеют место быть, заминания и все остальное. Но мы 5 лет работаем с биопрепаратами, 5 лет работаем с деструкторами. За 10 лет почва структурировалась и проблемы монодиска пропали. Абсолютно пропали. Мы сеем и лен, и рапси монодиском. И все растет, и все, так сказать, заделывается. И ромомерит все остальное. Пропаштная сиелка у нас 1740. Значит, тоже американская сиелка. У нее, как и у всех американских сиелок, есть одна проблема. Она плохо сеет под солнечник. Но сейчас тоже, слава богу, начнусь решение. Сегодня есть компания, которая переоборудовывает сиелки высевающими аппаратами Precision Planting. Значит, которые позволяют точно сеять под солнечник и все, что угодно. Более того, эта сиелка у нас 12 на 70 или 16 на 45. То есть, для под солнечника мы сейчас переоборудуем, будем сеять под солнечник теперь на 45, на 45 рапс, на 45 сою. То есть, ну, а курузу на 70, потому что приставки для уборки курузы у нас они, значит, вот 70-саметровыми между рядами. То есть, вот такая история. Тоже, значит, не смотря на то, что это, ну, вот, 15 делался наше начало. Не смотря на то, что сеялка широкорядная, которая на 70 сеет, она все равно работает у нас без маркеров. Почему? Потому что системы параллельного вождения, которыми нас снабдил Джон Дир, они позволяют выдерживать буквально 2,5 сантиметра максимум, что бегает по рядам. А стало быть, нет маркера, нет лишнего разрушения и все остальное. Мы отказались от разгребателей рядков, которые показывали у нас, по одной простой причине, что, ну, в нашем варианте это больше вреда, чем пользы. Поэтому мы от них отказались. Если кому-то надо, подают задаром, то есть не вопрос. Ну, у кого сыра. Отказались по одной причине, что слишком сильно раскрывается ряд, но дальше вы все знаете. Деструкторы стерни и вот эти аргентинские конторы, которые, вот, грубо говоря, кривые и в активном положении, они достойно чистят борозду, при этом сильно не разрушают почву и позволяют положить семечку в ложек. Работает у нас на 4001 самоходный опрыскиватель, тоже аппарат, который снабжен не только автопилотом, но и роботом. Вот видите, он там надо включил, штанов не обработан, надо выключил. Сам включает лейки, сам выключает лейки. То есть производительность у него за смену 400 гектаров, а если работаем две смены, за сутки мы 800 гектаров работаем. Наработка у него, кстати, за год около 40 тысяч гектаров. То есть так часто мы с вами заезжаем на поле с опрыскивателем. Вот техника, с которой мы работаем. Почему она оказалась джандиновская? Ну, что касается опрыскивателя. На сегодняшний день это лучший опрыскиватель, который есть вообще в мире. Это я вам заявляю ответственно. Самое лучшее сочетание, то есть 30 метров 3 куба бочка. Это идеальное сочетание. Работать может от 20 литров, ну и до сколько хочешь, хоть 500 литров. Сколько времени есть. Оборудовали мы его широкой резиной. Для чего? Для того, что весенние работы, газ вносить, все остальное. Мы поставили 520-ю резину. А это вот наше чудо-чудо, значит, проблема мышевидной грузуны. У всех она есть. Людей ходить не найдешь. Мы пришли к выводу, что разбрасывателем, просто разбросать, не очень эффективно, но не очень. В чем дело? Оказывается, дело в биологии, в биологии мышей. Если она где-то села, она бежит опять куда же? Искать себе еду. Она не побежит в другое место. Вот этот аппарат позволяет нам через, сейчас, значит, через 6, через 8 метров он узкой полоской кладет приманку, отравленную приманку. Мы работаем биологическими приманками, вот от компании Альенса мы покупаем. Не работает, да? Ну ладно, я так скажу. То есть мы работаем биопрепаратами, значит, кладем наверх, обычно на ночь, работаем нормой, где-то в зависимости от заселения. Он позволяет от 3, от 3, ну и до сколько хочешь килограммов. Устройство простое, что мы взяли? Сами сделали бункер, все помните СОПН-ку, у которой высевали удобрения, помните, вот спиральный орган высевающий. Вот такую спираль сами намотали, поставили, можно, не видно будет, ладно. Поставили, поставили от велосипеда и мопеда, поставили цепи, сделали редуктор, небольшой гидромотор. Ну а одна, правда, история, у нас наша гидравлика на тракторе позволяет регулировать поток и скорость вращения гидромотора. Если у вас такого нет, ну тогда делайте чуть позаморочить редуктор и все. То есть эта история раскладывается на ширину, там получается, 12 метров и через 12 ходит, то есть через 6 ходит, то есть 18 метров он захватывает, за ночь он делает, ну порядка 300 гектаров. Этого вполне достаточно для того, чтобы бороться. Бороться эффективнее, я еще говорю, эффективнее, чем разбрасыватель. По одной простой причине, что вот она придет туда, где уже поела. То есть она сбегала, раз съела, следующая туда. И как-то они, видимо, общаются, ну в любом случае съедают все быстро. А вот когда разбрасывали, тогда, знаете, мы находили несъеденную, отравленную пшеницу, ну а стало быть, а мы же оставались. Поэтому, ну вот такая история. Конечно, с химическими препаратами сложно, нам экологи не дадут этого делать. Но, с другой стороны, если отработать отпугивающей окраской от птиц, ну там, синим, ярким цветом или красным, чтобы птица ее не взяла, в принципе, вреда большого нет. Ну вот, в принципе, все. Так мы работаем. Спасибо. Спасибо Сергею Андреевичу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.